На связь с нашей редакцией вышел отец жительницы Екатеринбурга, которая, по версии следствия, убила троих детей. Мужчина рассказал, как, по его мнению, развивались события и что предшествовало трагедии. Репортаж Арины Зеленской. Найти могилы внуков Владимиру Ильичу помогают три плюшевых медведя. На кладбище мужчина не может сдержать слез. Самое ужасное всех троих детей, по версии следствия, убила его любимая дочь. Не могу говорить. У них всегда были очень дружеские, теплые отношения. Они друг друга очень любили. В конце прошлого года, по версии следствия, Анастасия Петрова задушила двух сыновей и полугодовалую дочь. Потом она отправила СМС родственникам, рассказав о произошедшем. В квартире следователи нашли записки, в которых многодетная мать пишет. Пошла на крайнюю меру ради спасения детей. Якобы она смертельно больна, а в детей вселились бесы. Сейчас женщина в СИЗО. Анастасия, вы раскаиваетесь? По одной из версий, Анастасия попала под влияние секты, по словам соседей, за несколько дней до трагедии. Они слышали, как из квартиры доносилось горловое пение. Да я бы не сказал, что они были какие-то фанатичные верующие. В церковь, по-моему, посещали редко. Может, по праздникам. Икон в доме было, ну, минимум. Мужчина уверен, трагедия произошла из-за психических отклонений обоих супругов. И, возможно, наркотиков. Я не знаю, как они правильно, наркотики и не наркотики. Галлюцогены вот эти вот. То есть там, я думаю, что нет кайфа. А именно всякие ведения идут. Общение с потусторонними силами. Ну, это может, что шаманы практиковали свое время на роде. Я со слабой в последний раз встречался. Когда его отпустили, Насте будем помогать. Теперь адвокат нужен, деньги семейные. На что он прокричал, убийца, убийца, хлопнул дверью и ушел. Сейчас не Вячеслав, муж Анастасии, не его родственники с мужчиной связь не поддерживают. В браке супруги прожили 18 лет. По словам дедушки, детей отец и мать любили. Последняя малышка была долгожданной. Что в доме у дочери назревает беда, Владимир Ильич и предположить не мог. Но предпосылки и странности со стороны супругов, по словам мужчины, все же были. Попросил у меня прощения, извинения за свое неправильное поведение. И в то же время он странно добавил, что я буду еще просить у тебя у вас прощения. На следующий день выяснилось, что все погибли. По словам отца, Анастасии винить в трагедии стоит не только дочь, но и ее мужа, который за день до гибели детей уехал в другой город. По уголовному делу отец погибших детей проходит свидетелем. Привлечь его за соучастие в убийстве можно только в том случае, если он своими действиями прямо подстрекал жену к этим действиям. Я не думаю, что это доказывается. Я не думаю, что это будет доказано. Если в его действиях нет прямого умысла на убийство детей, а просто там изгоняние бесов, все вот эти вот нездоровые психические проявления, то с точки зрения права связи с убийством здесь нет. Отец обвиняемый начал копить деньги на адвоката. Анастасии Петровой грозит до 20 лет колонии. Или принудительное лечение. Он заинтересованное лицо получается очень даже. То есть она не могла давать себе отчета и тоже и подавляла ее волю. Но, как я понял, следователь говорит, что по наркоте она чистая. Арина Зеленская, Радик Аскаров и Алексей Нескин. События ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова